Грёза 3 Сюда! Сюда! Грёза 3 Самая лучшая игра в волшебном мире Мне её братья из Три Пятидесятого Царства прислали У них там последняя версия Что? Какая берёза? Кого привезли? Грёза 3 Почувствую себя великой волшебницей Прямо сейчас Завтра почувствуешь Сегодня спать пора Спасти принца из заколдованного замка Круто! Первый уровень Коридор весёлого шута Повеселимся? У тебя прекрасно получается Ты, великая волшебница! Варя! Перестань! Пожалуйста, потише Варя, все уже на завтраке Варя, пора вставать Сова приготовила фруктовый пудинг Бонусный уровень! Погоди! У меня тут свои фрукты На бонусном уровне! Ты такая ловкая! Вот тебе, глупая паутина! Думала меня путать! Получай от великой волшебницы! Ах, это просто игра! Варь, давай с нами! Даша нашла в библиотеке древний свиток С заклинанием тройного защитного поля! Бежим, попробуем! У меня тут защита ещё прочнее! Прекрасная защитная паутина древнего зала тебе нипочём! Ты великая волшебница! Получается, что так! Давай же скорее следующий уровень! Отличный прыжок! Великая волшебница! Даже великим волшебницам нужно иногда обедать Для поддержания величия Ты уже второй день пропадаешь в своей игре Варя, ты куда пропала? Я в игре! А ну вылезай оттуда сейчас же! Я не знаю как! Ворона сторожевой башни! Мне самой не пошевелиться! Жми стрелку вверх! А теперь вниз! Вверх! Вниз! Вниз! Вверх! Варя, ты в порядке? В порядке! А вот с игрой, похоже, что-то не так Надо позвать Кащея, пока больше никто не попал в эту странную игру Или не вылез из нее Сторожевой ворон! Он сторожит игру! Нет, отдай! Тогда обыграем его вместе! Второй игрок подключился Коридор веселого шута с первого уровня Если плитка засветится, тут же прыгай на другую Чтобы не свалиться в глубокую пропасть Чур, я так не играю! Да тут все просто Раз, два, прыгаем! Я вчера этот уровень с первого раза прошла Варя, это уже не игрушки Ты не видишь, что тут все по-настоящему Варя, ты же говорила, что тут все просто Это я не выспалась Когда всю ночь играешь, трудно выспаться Паутина! Мы на следующем уровне! Нужно пробежать через нее, прикрывшись защитным полем Я так уже делала Так все просто Правда, только в игре Так, повторяй за мной Раз защита, два защита, три защита за щитом Ага, раз защита, два защита, три защита Что потом? Ой, глупая паутина! И как ее порвать? Тут нужен комбо-прием Хотя у нас и кнопок-то нету Пора заканчивать эти игры Варя, мы прорвались Королевский турбоковер На алхимических двигателях С бонусного На нем нужно отбирать у воронов монеты Отберем сразу всю игру Вон он! Поднажми! Стой! Отдай! Стой! Отдай! Игра окончена Вот это я понимаю приключения Покруче, чем в игре Я и сам когда-то играл Еще в грезу один Вороны меня боялись А у вас тут треснула перегородка между мирами Вот из игры посыпала все подряд Можете играть Только не забывайте об уроках И об обиде Греза три Почувствуй себя великой волшебницей Я уже почувствовала Но в итоге без Даши Не прошла бы ни одного испытания Так что я пойду лучше потренирую защитное поле Я ведь хочу стать великой волшебницей по-настоящему Без грез Греза один Почувствуй себя великим волшебником Привет, мы царевны Подписывайся на наш канал А царевнам ни минуты не сидится Им во все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны Большое приключение С гордостью представляю новые экспонаты нашего музея Уникальные находки с героеведческой экспедицией Браслет Дюймовочки Какой же крохой она была Да спихи огнекрыла три девятого Три десятого размера Великанский размер И что с того, что великанский? Может, его ум? Не больше браслета Дюймовочки Вот куда надо смотреть Щит Мудрославы-умницы Легенды гласят, что Мудрослава была и умной, и сильной А про то, что она была такой высокой, почему-то не гласят Мне такой щит вообще не поднять А уж тем более подвиг с ним совершить А я не могу поднять щит даже самого младшего из своих братьев Как же мы без щитов станем героями? Нам еще расти и расти Это можно исправить Встретимся здесь после уроков После моего угощения Вы запросто поднимите Даже самый тяжелый щит Хм, ничего не понимают в волшебстве Любуются всякими железяками А на браслет и не взглянули А ведь он может уменьшить до размера горошинки Все что угодно Профессора превратить в песчинку Кащея в пылинку Вот где сила Малый браслетик, да чудесен А они его без присмотра держат Ну, а на этом Наша маленькая экскурсия подошла к концу Все на обед Хм, хитрец какой Нам нужен кто-то Кто-то небольшого размера О, ворон А еще лягушка И паучок Так, отныне вы Богатыри еди Злые молодцы Слушайте приказ вашего главного лесокомандующего Еле дотерпела до конца уроков Показывай скорее Что там у тебя Вот Меня прянички научили Вырастательно-уменьшательные печеньки Можете вырасти на сколько захотите И поднять хоть все щиты на свете Откусишь эту, вырастешь А эту, уменьшишься Если, конечно, я не напутала с рецептом Кто не рискует, тот не совершает открытий Я попробую Во имя науки А ну, немедленно положи браслет на место Соня, дай скорее уменьшающую печеньку А ну, стой Моя старая заколка И любимая ложечка профессора Ой, кажется, я влипла Конечно, это не щит мудрославы Зато мне в самый раз Последнее девногорское предупреждение Где-где, а в библиотеке от меня не спрятаться Я здесь каждую страничку знаю А, попалась Поднять паруса Поднять паруса Полный вперед Курс на конец головы Приплыли Вон она А ну, стой Ну что, допрыгалась? Отдавай браслет Да у них тут целая лесная шайка Но зачем им браслет? Звери не носят украшений Это же Яга Видели это свечение? Она заколдовала их, чтобы добраться до браслета Скорее, посадите меня на подоконник И вызывайте Чирику Чирика! О, Чирика, привет Мы пойдем с тобой Это дело не для великанов Оставайтесь здесь и предупредите всех Яга что-то задумала! Полон мир историй чудесных Очень странных и интересных нам Так много хочется понять Как легко учить заклинания И открыть секрет мироздания Как природы тайны разгадать И пускай не просто иногда Золотые облака К нам летят издалека Ночь растает в свете утренней зари Если верить и мечтать Ну же, еще чуть-чуть И еще один заколдованный воришка Был браслет дюймовочки А стало колечко Яги А теперь мы будем уменьшать Все, куда глаза поглядят Молодцы! Всех повышаю до генералов Встречаемся вечером в школе Девногорья Будем решать, что делать с крошкой Кащеем Хе-хе-хе-хе-хе-хе Стой, замри! Отворот, поворот! Ах ты маленькая! Маленькая, да удаленькая! Не прощаюсь! Котёл с огня забыла снять! Считайте, что вам повезло! Даша, для такой крохи ты проявила огромную смелость. Похоже, в Дивногории подрастает будущее Мудрослава Умница или Дюймовочка. Чтобы быть героем, вовсе не обязательно быть большим. Поэтому маленький браслет Дюймовочки станется не меньше, чем на огромные щиты и доспехи. Эх, из-за какой-то букашки сорвался такой грандиозный замысел. Хе-хе-хе, ну хоть мой отряд со мной остался. Ай! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! ВАЖНЫЕ ДЕЛА Не расстраивайся, Василиса. Оценку ещё можно исправить. Правда? Так исправьте же скорее! Пожалуйста! С радостью, но не ранее, чем ты пересдашь строение рыцарского доспеха, особенности шапки невидимки и грузоподъёмность ковра самолёта. И помни, пересдача уже завтра. Поэтому на сегодня подготовка – твоё самое важное дело. Василиса, ты чего такая грустная? Эх, просто у меня завтра пересдача. Вон сколько всего надо выучить. И как всё за один день успеть? Ха, очень просто! Я знаю заклинание, которое тебе поможет. Закрой глаза и повторяй. Важные дела со мной, остальные – каждолой. Важные дела со мной, остальные – каждолой. Можно идти пересдавать? Хе-хе, нет. Готовиться тебе по-прежнему придётся самой. О! Зато теперь ты о своих делах ни за что не забудешь. Спасибо. Подвижность волшебных доспехов обеспечивается турнирами. Ой, нет, шарнирами. Хотя турнирами было бы интересней. Василиса, у нас лягушачий забег, то есть запрыг. Ты с нами? Соня уже и приз сшила. Какой миленький, но у меня тут важные дела. Да мы быстро. Одна лапка здесь, другая там. А? На старт. Внимание! Ква! Победила Василиса! Молодец, Василиса. Ну, и где мой приз? Арчи, признавайся, ты взял мой приз? Арчи не брал. Я его насквозь вижу. Не расстраивайся, я тебе новый сошью. Одной из важнейших особенностей дизайна шапок-невидимок является... Василиса! Там к драконихе родственник прилетел. Семивершинский золотой дракон. И он прямо весь золотой? От ушей до хвоста. Хочешь посмотреть? Да. То есть нет. Извини, у меня тут... А, ну ладно. Здравствуйте, а золотой дракон у себя? Я на экскурсию. Ах! Вы невидимый? А, понимаю. Неприятно, когда на тебя постоянно глазеют. Но нельзя ли хотя бы сияние оставить на обозрение? Спасибо. Да, не видать мне сегодня сияющего дракона. Грузоподъемность пассажирских ковров самолетов определяется... Василиса! Пойдем скорее на шести лапам кататься. Его Варя научила через кусты прыгать. Не могу. У меня тут грузоподъемность. То есть важные дела. И лапу подавать. Не может быть. Ну хватит. Вы уже пятый круг катаетесь. Сейчас моя очередь. Уже заканчиваем. Но напоследок... Коронный номер. Аллея. Шестилапик. Шестилапик, ты куда? Это все яга, ее проделки. Мухоморчик тут и там. Полезай в корзину сам. Верните, пожалуйста, Шестилапова. Не брала я его. Больно нужен. У меня важных дел по горло. Важных дел? Ну да. Мухоморы собрать. Крапиву прополоть. И фонтан починить нужно. Ах! Так вот, кто мой приз тащил. Ковер-самолет. Сколько на тебе шерсти? Шестилапика. Шапка-невидимка. И чешуйки золотого дракона. Я все поняла. Это мои важные дела. Помогите! За мной важные дела гонятся. Так ты их еще не сделала? Не бойся. Это заклинание так работает. Если ты откладываешь важные дела, то они ходят за тобой и мешают отвлекаться. И как мне от них избавиться? Как и от любых других дел. Просто сделать их. Важные дела. За мной. Так я на своем опыте убедилась, что перчатка может отделяться от волшебных доспехов и действовать сама по себе. А шапка-невидимка может настолько увеличиться, что спрячет кого угодно. Даже огромного дракона. А ковер-самолет может поднять так много, что и мои шести лапы нипочем. Отлично, Василиса. Молодец. Кстати, недавно я тоже воспользовался заклинанием важных дел. Так мой доклад мне всю ночь спать не давал. До самого утра страницами шелестел. Ну что, покатаемся? Идите, идите. Важные дела сделаны. Можно и повеселиться. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. А царевном ни минуты не сидится. Ибо все играть и веселиться. Не случайно. И тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны... Пряничек Светящийся пудинг Замечательно Не тащи мороженое Вы меня очень радуете своими успехами Обязательно угостим Кощей Кощеевича, когда он вернётся А что у Даши? Печенье с предсказаниями на вечер Чур, я первое предсказываю Сегодня же два друга уедут в сладкоземье Какие два друга? Не знаю, ты же это предсказала А у меня, ну, в общем, вот Я хотела приготовить пряник для сладких снов И рецепт вроде бы простой Но пока я готовила, то заснула, а он сгорел И так каждый раз Что делать, ума не приложу Сонечка, ну попробуй ещё Ты выбрала очень сложный рецепт Ой, сто раз уже пробовала Всё равно не получается Но я тут кое-что придумала А ты не подслушивай Вот смотри Скатерть-самобранка Приготовит всё, что попросишь Только цссс, никому не рассказывай. И ты тоже. Сказочный вкус пряничных руст несёт сновидение моё угощение. Здорово! Домашнее задание выполнено. Теперь-то мой пряничек всем-всем понравится. Всем-всем понравится. Какой красивый Какой румяный Чур, я первая пробую Приятно познакомиться Я Пряничек Я вам понравлюсь А я Варя И мне надо поспать Варя! Сладких снов Варя, Соня, похоже, ты переборщила с сонными чарами Давайте дружить, я вам понравлюсь А ты нам уже нравишься О, мне снится, единорог Ты что наделал? Буди их обратно Кажется, все вчера не выспались А с кем же мне тогда дружить? Твой Пряничек всех усыпляет Бежим! Куда же вы? Ох, не сладко мне приходится Соня, рассказывай, как ты его пекла Я испугалась, что у меня ничего не выйдет И использовала скатерть-самобранку Только она как-то неправильно сработала Может, ее постирать сначала надо было? А инструкцию ты читала? Нет Привет Здесь есть кто-нибудь? Лицевая сторона скатерти Создает в точности то, что попросишь Вот Дай сюда А изнанка добавляет блюду волшебные свойства Значит, я положила скатерть Не той стороной Так вот, почему твой пряник усыпляет всех одним прикосновением Да еще и ожил при этом И что же делать? Вот, смотри Чтобы остановить волшебство Нужно приготовить такое же блюдо своими руками У меня не получится Я же засыпаю все время Да получится, Соня Я тебе помогу Испечем самый красивый пряник на свете Куда же все подевались? Ой Давай дружить По рецепту нам нужны Сонный имбирь И дремотная гвоздика Вот она! Ой Как хорошо, что я вас нашел Вода! Это его задержит на какое-то время Мне нельзя мочить ножки Я же пряник Бежим Куда же вы? Не бросайте меня У нас есть время, пока вода не высохнет Масло, мука, заклинание Вкусно Мед, имбирь, гвоздика В печку Ты огонь Сделала поменьше? Сделала, сделала Теперь точно все получится Ох и не сладко мне Все друзья разбежались Ой Сейчас он нас заметит Что же делать? Уже пора пряник доставать У меня есть план Раскачивай люстру Вот ты где Как высоко ты забралась Хочешь, я помогу тебе слезть? Пряничек, смотри Какой хороший Давай дружить Как хорошо, что ты не уснул Извините, что я схитрила Я не знала, что так получится С волшебными предметами нужно быть очень осторожными Но зато какие чудесные пряники у тебя получились И что же нам с вами делать? А у меня есть хорошее предложение Каши-каши! Я только что из Сладкоземья И там будут очень рады появление новых жителей У ваших пряничков будет полным-полно друзей Сегодня же два друга уедут в Сладкоземье А предсказание-то сбылось! Привет! Мы царевны Подписывайся на наш канал О царевном ни минуты не сидится И во всём играть и веселится Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Рыцарь Ордена Заколки И никто не вспомнит И никто не поздравит О-хо-хо Под моим, можно сказать, руководством Вот Но девочки всё делали сами Прекрасные тюльпаны И на какое место в конкурсе мы рассчитываем? Кощей Кощеевич, ну это же очевидно Первое, конечно Да? Мы ещё ни разу не занимали первое место Конечно, потому что ни разу не участвовали Действительно? Ну что же, первое не первое, а цветы выглядят замечательно Выношу благодарность наставнице Ну что вы, что вы Они сами, сами Почта, что ли? Надо же Открытка поздравительная От кого бы это? Дорогая ты наша Вот герматей Дорогая Дорогая надо Учит и хочет Поздравляем нашу любимую Старушку с днём рождения Что? Так это ты писала? Ага Вот значит как Мне всего 280 лет А я, выходит, уже и старуха у тебя Собери свою открытку Ой, девочки Вдруг мы и впрямь возьмём первое место А я думаю, Марлен нас просто подбадривала Это же конкурс цветов среди всех школ волшебства Неужели вам в самом деле важно, какое место мы займём? Конечно Да цветы вообще для другого Для чего же? Чтобы рыцари дарили их прекрасным дамам Хм, какие ещё рыцари? Ты книжек начитала, что ли? Хотя бы и книжек А что плохого? Красиво же Да, вот учились бы с нами мальчики Ой, мальчики Мне братья ни разу цветка не подарили Да, рыцари теперь только в книжках остались Жалко Девочки, смотрите Рыцарь? Как это? Варя, это ты наколдовала рыцаря? Чтобы подшутить надо мной, да? Ничего я не колдовала Ага, так я тебе и поверила Ну и пожалуйста Девочки, не ссорьтесь Он идёт к нашим цветам Так Он хочет подарить Девочки Ну при чём здесь я? Наши цветы, бежим Не успели Как же это? Сорвал и исчез Что же получается? Цветы он не для меня сорвал? Шшш Слышите? Что-то лязгает Это он А откуда здесь испушка? Это она их сорвала Рыцарь спасает наши цветы Так Всё понятно Он подслушал наш разговор И залез в рыцаря Даша Но он же хотел Сделать нам приятно Да А то, что у нас конкурс Об этом он не подумал? Девушки отдыхают Настоящий рыцарь За это мы, царевна Демногория, жалуем тебя орденом этой, как её, заколки Ура! Ура! Девчонки, у кого есть заколка? Зачем? Ну, вместо ордена Вообще-то, орден это почётное сообщество, так что заколка не обязательно Нет, для нашего ордена обязательно Спасибо, Арчи Арчи, ты молодец! Девочки, смотрите! Эта избушка потеряла У Бабы Яги сегодня день рождения Выходит, избушка хотела ей подарок сделать? Я погорячилась так маленько Так что, спасибо тебе за поздравление Мы его тут решили... С днём рождения! Не пугайтесь, это рыцарь ордена заколки Мы с ним вместе вас поздравляем С днём рождения! Вот спасибо, так спасибо! А у меня как назло в доме хоть шаром покати И угостить вас нечем Ну, щас мы быстренько суп из пиялок соорудим Ах... Вы же любите суп из пиялок? И таким образом угол А, Б, С будет равен углу С, А, Б Вот, собственно, и всё доказательство этой теоремы Всё понятно? Всё понятно Прекрасно А скажите, суп из пиялок вам понравился? Ха-ха-ха-ха Нет, мне просто любопытно У неё пирожные были Эклеры всякие Корзиночки А мне торт Наполеон очень понравился Ха-ха-ха-ха Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал О царевном ни минуты не сидится И мы всё играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Шапочка профессора Итак, подытожим Волшебник должен быть... Внимательным Так Серьёзным Ха-ха-ха-ха Дальше Добрым к людям Верно Василиса Находчивым Молодец Варя Вспомнишь, каким ещё? Безбашенным Ой, бесшабашным Ха-ха-ха-ха Бесстрашным Продолжаем тему Бесстрашия Девочки, давайте, давайте По-моему, все уже владели Этим приёмом левитации Сейчас будем изучать Технику Бесстрашия Бесстрашия Если вас пугает Тёмная сила То вы действуете так Вытягиваете руки вперёд Профессор, извините Да А вы сами ничего не боитесь? Ничего А демонов? Ха-ха-ха Может, оборотней? Да вы смеётесь Всё, продолжаем урок Неужели совсем-совсем ничего? Девочки Я почётный профессор Волшебства И на экзамене по Бесстрашию Был лучшим А если мы вас напугаем? Вы меня? Ха-ха-ха Эм Тогда я съем свою профессорскую шапочку Я Баба Яга Я навожу на тебя ужас Напугала, напугала Смотря кого Я, например, ни звука не издала Ага, не издала Зато какие у тебя глазища были Ха-ха-ха Вы чего делаете? Домашку по страху Какая домашка? Пошли пугать профессора Пусть он свою шляпу ест Весело же Тихо, тихо Не оборачивайтесь Ну как вам? Мы его из музея взяли Видите? Колесики приделали Светодиоды вставили Красота Только дыма из пасти не хватает Аленка, сделай нам немного льда, а? Не может быть, чтобы он не испугался. Не страшно. Царевны, верните доску на место. Не страшно. Чем можно напугать волшебника? Чем? Мы уже все пробовали. Неужели у него нет слабого места? А-а-а! Ну? Девочки, наш кот, ну, дома, ужас, как собак боялся. Но профессор же не совсем кот. Вот именно, он же волшебник. А вдруг? Давайте попробуем. Вот с этим. Заглянем в его окно снаружи. Летающие собаки. Жуть, правда? Но мы же пока только в комнате летали. Даша, считай, это как экзамен. С крыши вниз спустимся и... Пошли! Ну, чего вы застряли? Ой, девочки, я высоты боюсь. Да ладно тебе. Даша, держись! Мы сейчас упадем! Ох, как вы меня напугали. А профессор напугался! А профессор напугался! Хм... Конечно. Когда Даша закричала... Я просто высоты немного боюсь. А я решил, что вы сейчас разобьетесь. Вы ведь мне все как родные, понимаете? Вы же переживаете за тех, кто вам дорог. Я за братьев очень переживаю. Вот видите. Хорошо, что все обошлось. Но я, тем не менее, должен выполнить свое обещание. Профессор, что вы? Мы вообще вели себя как герои. В окно прыгнули нас спасать. Не нужно есть вашу шапочку. Пожалуйста, мы ведь тоже испугались. За Дашу. Ну что ж, раз так, то... Мы должны ее съесть все вместе. Мой любимый торт. Угощай. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Загадочная стена Эй, меня подождите! Профессор, пожалуйста, будьте внимательнее. Портал открывается на совсем короткое время. Господин директор, может быть, все-таки я пойду? Нет-нет. Единственный бессмертный здесь я. И все самое опасное делаю сам. Открывайте, профессор. Кощей Кощеевич, будьте осторожны. Варь, может, тебе показалось? Клянусь, все так и было. Допустим, Кощей ушел в другое измерение. Вопрос, зачем? Может, он улетел в прошлое исправлять свои ошибки? У Кощея не может быть ошибок. Он полетел в будущее узнать, кто станет самой могущественной волшебницей в мире. А вдруг нам грозит какая-то опасность? Без паники. Сейчас все узнаем у профессора. Держите так, чуть пониже. Хорошо. Девочки! Девочки, идите к себе! Быстрее идите к себе! Профессор! Спокойно, спокойно! Профессор! У меня все под контролем. Это называется... Под контролем! Слишком высокое напряжение. Но мы не можем так рисковать. В конце концов, подумайте о девочках. Девочки. Нам нужно их успокоить. Они скрывают от нас что-то ужасное. Там явно проблемы в этом другом измерении. А мы даже заглянуть туда не можем. Можем! Если заморозить стену... Сквозь лед мы увидим другое измерение. Девчонки, быстрее! Смотрим! Кто-нибудь что-нибудь видит? Пока нет. Я тоже. Я нашла! Девочки! Это что вообще? Что-то страшное. Но оно же не шевелится. Да это же... Змей Горыныч! Смотрите! И правда похож. Все понятно. На нас напал злобный Горыныч, а Кощей его победил. Он не победил. Он сюда пробирается. Что делать? Так, спокойно. У меня есть план. Бежим в кафе. Горыныч! Да что ему вообще нужно? Мы его сюда не звали. Чего он к нам лезет? Известно чего. Он же питается прекрасными царевнами. А что я? Что я? Я просто симпатичная. А вон у Аленки какие глаза. Или возьмите... Девчонки! Да вы чего? Нашли тоже время. Нам Кощей Кощеевича спасать надо. Где же они могут быть? Может в классе? К урокам готовятся? С ними что-то случилось. Я чувствую. Это он! Наконец-то! Я побежал переключать напряжение. А вы загляните в кафе. Может быть девочки так... Хорошо. Варя, перестань! Ты что? Это отличная идея добавить звука. Вот, держите. Будем ими пар разгонять. Это же наши контрольные. Соня! Какие контрольные? Может через час нашей школы вообще не будет? Ой, мамочки. Не хныкать. Варя, сигнал к бою. Я еще средства от комаров взяла. Грохот, пар, музыка. Горыныч вообще сознание от ужаса потеряет. Скорее! Лед! Спасем Кощей Кощеевича! Аленка! Морозь Горыныча! Ой, девочки! Нашлись! Но что здесь происходит? Кощей Кощеевич? Ура! Живой! Эм... Что? Вы же с Горынычем сражались. Ха-ха-ха! Что еще за фантазии? Но мы же видели. Видели точно? Кощей Кощеевич! Извините. Пульт управления барахлил. А, вот почему я там застрял. Девочки, спасибо за беспокойство. Но все в порядке. Я проверял систему безопасности. А чем это так приятно пахнет? А, понятно. Спрет комаров. А меня, профессор, девочки от Змей Горыныча спасали. Какого, Горыныча? Да вот же он, смотрите! Хм, это ты напугал девочек. А теперь скажи, зачем тебе это было надо? А, так это он готовился к конкурсу страшных привидений. К конкурсу? Хм, и кто ж так пугает? Из-за тебя столько шума. Так, объявляю новое задание. Способы воплощения самых веселых, самых сложных и самых ужасных страшилок. Ну, Арчи, теперь наша очередь пугать. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Уборка с Егоркой Может, как-то починить? Не получится. Я уже пробовала. А давай новую шкатулку купим. Не надо мне новую! Мне эта нужна! Мне её мама подарила! Вот зачем эта Варька вырвала шкатулку у меня из рук? Хоть бы прощения попросила! Ещё говорит, что я во всём виновата! Ну, не плачь! Да ну её, эту Варьку! Не расстраивайся! А чего ты грустишь? Ой, здравствуйте! А вы кто? Я улыбка кладовой. Слышала про меня? У-у-у. Простите. Меня нарисовала Елена Прекрасная. Подумаешь! Я рисую не хуже Алёнки. Опа! Но-но-но! Во мне сто лет ничего не менялось. Сто лет! Постойте, постойте! Так вас что, Алёнкина бабушка нарисовала? Конечно, бабушка. Но я помню её совсем маленькой девочкой. Боже, как бежит время. А ты что здесь делаешь? Что-то случилось? Ничего у меня не случилось. Я просто... Уборку делать пришла. Вон пыли сколько везде. Соня, бросай мне! Василиса, лови! Хочешь к ним? Ещё чего! Вот уберу здесь всё и одна пойду гулять. Ну, хорошо. Я помогу тебе сделать уборку. А дальше посмотрим. Егорка! Уборка, уборка, перейди на Егорку. Ой, погоди. У меня конфета была. Егорка не ест сладкое. Он питается пылью. Пыль, стой! Это несъедомно! но как же так это не я а кто же он сам не под ноги залез вот и сломался в следующий раз будет смотреть куда варя разве тебе его не жалко ты не права егорка вечно я все ломаю прости меня пожалуйста может тебе стоит у василиса прощения попросить василиса я хотела тебе сказать ну в общем это я не хотела чтобы вот так вот извини меня пожалуйста это еще кто такой шкатулка он ее съел Егорка Моя шкатулка Остановись Отдай Стой Отдай нашу шкатулку Отдай шкатулку Ай Егорка Держите его крепче Зачем ты ее взял Смотрите что это О Шкатулка Он починил ее Как новенькая Ты умница Спасибо тебе Егорка Ура Ура Берись, берись, берись И больше не дерись А если будешь драться, я буду кусаться А кусаться нам нельзя, потому что мы друзья Ах, дружба, это лучшее, что есть на свете И если бы я могла смахнуть слезу, то смахнула бы обязательно Привет, мы царевны Подписывайся на наш канал О царевном ни минуты не сидится И мы все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны Добрые дела Спасибо, что помогли мне сон-траву полить Всегда рады дождем поработать Соня, ты блестящий садовод У тебя даже трава и та блестит А у сон-травы всегда такие золотые ягоды Это не ягоды, это осколки золотой кометы Я читала про них в книге Большого Звездочета Вы нашли по осколку Значит, если до заката солнца Вы сделаете по-доброму делу Ваши осколки полетят на небо И станут золотыми звездочками Золотыми звездочками? Тогда мы с Аленкой сделаем такое Погромное-преогромное доброе дело Что наши осколки станут самыми яркими звездами на небе И будут называться... Неотразимая Варя И северная Аленка Нам нужна сова Вот кто знает все новости Девногория Она и подскажет, кому нужны наши добрые дела На помощь! Это просто катастрофа Все пирожки с капризикой лопнули Оказывается, капризика совсем не любит выпекаться И как мне теперь везде успеть? Ну просто все из крыльев валятся Не переживайте, мы вам поможем Вот тебе и доброе дело Мне кажется, мыть тарелки Недостаточно большое доброе дело На, возьми побольше Да нет, как ты не понимаешь Чтобы наши звезды светили ярче всех Надо совершить что-то не просто значительное А грандиозное А тут... Тут пора заканчивать Давай поскорее Где-то должны быть по-настоящему великие добрые дела У вас все в порядке? Никто не уменьшался? В зеркало не попадал? Пряники не оживали? Нет У вас дерево не шатается? А волшебство под контролем? Перчатки рыцарские не пробегали? Нет Варя, смотри! А? Экстренное беличье собрание Неужели что-то случилось? Конечно Кто-то заколдовал лес А мы его спасем Что и будет добрым делом международного класса Сдавайся, гадкий, хитрый Орех? Это же просто великанские орехи Да тут на всех девногорских белок хватит И еще соседским останется Если мы, конечно, поможем им катить орехи В Девногории каждый день что-то приключается А сегодня только уборка до перекатывания орехов Вот что значит не везет С такими обыкновенными добрыми делами Наши звезды только в телескоп можно будет разглядеть Даже яга сегодня никакую пакость не задумала Или задумала Давай проверим Надеюсь, у яги есть на сегодня план безобразий Только бы позлее, попротивнее Ага, яга кого-то заколдовала Спасибо, бабушка А вдруг самого Лешего? Уж я надеюсь Чувствую впереди грандиозное доброе дело Сейчас мы его спасем За мной Вот то, что надо Чему прямее кусты, тем ярче будут наши звезды И еще чуть-чуть Почти готово Ой, здравствуйте А где же Леший? Тьфу, а я что? Его секретарь, что ли? Леший его знает, где Леший Так значит, никого спасать не надо? Как это спасать не надо? Меня, меня надо! Как я одна справлюсь с этими жуткими колючими растениями? Их никакое заклинание не берет Растул где хотят Уже весь сад мне испортили О, если бы кто-нибудь помог бедной старушке их повыдергивать Это было бы величайшее доброе дело Поможете мне? Ага Вы что вы творяете? Я эти сырники весь год растила Розы нужно вытирать Розы Что? Да Это они мне весь сырниковый сад испортили И давайте там поживее А то вон уже, солнце садится Солнце садится? Мы не успели За весь день ни одного серьезного доброго дела Варя, смотри! Ого, судя по всему, сегодня был день добрых дел Причем дел было много Кто-то очень хорошо потрудился Так мы ничего особенного и не делали Посуду на кухне помыли Орехи белкам перетащили Да, еще садик пропололи Яги Ничего особенного Смотрите Пока вы работали на кухне Сова помогла мне отыскать в картотеке Ценнейшую старинную инструкцию Которую совет волшебников считал давно пропавшей И благодаря тому, что все белки отлично подкрепились великанскими орехами Беличий экспресс мчался со всех ног И уже доставил инструкцию всем волшебникам По ней волшебники создадут новые полезные заклинания Мы помогли волшебному совету? Избушке, бездельница этой Лапа у нее, видишь ли, разболелась Короче, я из сорняков, что вы пропололи Мась целебную сделала А это вам от меня Я такие все равно не люблю Цвет мне не нравится Вот видите Даже самое маленькое доброе дело Может принести очень много пользы А про тех, кто делает много добрых дел Говорят, что у них Золотое сердце! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok